Борис Моисеев Солдат из казармы, а тут существо в колготках, но с бородой. То есть военный организм был в полном смятении. А мы же знаем, что колготки не только для чьих-то ног, но и для чьих-то рук. И я видел, как солдат мучается, а вообще такое количество, конечно, голубых, как у нас в последнее время. Это проблема Америки была раньше, у них с черными, у нас с голубыми, такое же количество. Полные залы, полные сцены, спектакли свои, аншлаги, режиссеры. Конечно, действительно, это потому что, как только свобода, у наших мужчин впервые появился выбор. Раньше же выбора не было, коммунистическая партия учила нас, люби женщин. Все, сказал люблю, женись. Ты тут никаких колебаний, все, иначе партсобрание, где еще, какая, где еще женщина подавала в партбюро? На то, что ее мужа видели с кем-то на улице. А я тоже стал думать, господи, чего же я в молодые годы не перешел в голубые-то? Сколько бы проблем было решено? Это проблема беременности, с которой я боролся всю свою жизнь. На ликвидацию этого страшного явления я тратил почти всю зарплату в этом порту, где я работал. Я, может быть, детсад построил. Вместо того, чтобы ликвидировать столько их. Или, допустим, вот проблема прохода в гостинице, как вы помните, всю жизнь вот этот голос. Куда вы с дамой? А так иду с товарищем. Какие проблемы? У кого вопросы? А на 8 марта никакой головной боли, а? Оно себе пойдет и купит себе духи какие-нибудь само. Само себе пойдет. Столько, такое облегчение, поэтому, женщины, очень берегите нас, оставшиеся мужчины. Просто не отказывайте никому. Никому. Чтобы сохранить этот огонек. Не хочу сказать голубой. А то мы уже совсем сексуальное меньшинство. С нашей любовью к женщине. Уже просто дикари какие-то. Все любят друг друга, а мы все еще женщины. Единственное, что, конечно, не могу понять, как можно целовать эту волосатую мужскую шею. Это отвратительное. Только женщина по своей доброте. Как говорил один мой приятель, который уже эмигрировал, он говорил, Миша, лесбиянкой я бы еще мог быть, но педерастом. И отвалил. Видимо, предвиде развития событий в нашей стране. А я понял, откуда это у нас. Это у нас давно гнездилось. Мы же смотрели, как политбюро целует друг друга, посыпая песком всю взлетную полосу. И вот тогда у нас уже стало гнездиться. Ну, слава богу, ладно, может быть, еще не все потеряно, но все-таки такое количество меня все-таки тревожит. А они, боже, я встречаю ребят в аэропортах, мы же артисты встречаемся часто. Один прилетает, другой улетает. Ой, тебя целует друг какое-то нежное создание. Боже, князь серебряный. Причем парень очень хороший, он говорит, Михаил, я говорю, шалунишка мне. Я так и остаюсь. В своем пальто, значит, с чемоданом. Шалунишка. Не знаешь прямо, что делать. То ли бежать за ним, запах от него просто потрясающий. Аромат, парфюм, чистота. Не-не, очень надо, надо, ух, надо быть осторожным. Только лицом. По крайней мере, видишь развитие событий.